Самый богатый бизнесмен в Азии, рост их благосостояния, богатый человек Китая Ван Цзиньлин Ван Цзиньлин, родился 24 октября 1954 года, является китайский миллиардер-деловой магнат, инвестор и филантроп Он является основателем Делиануанда Гроуп, крупнейшей в Китае девелоперской компании и крупнейшего в мире оператора кинотеатров Ему принадлежит 15% испанского футбольного клуба Атлетика Мадрид В 2016 году Ван достиг соглашения с FIFA о запуске Кубка Китая, в котором национальные футбольные команды соревнуются в Наньнин, Гуанси, каждый год Его компании принадлежат 21,57 миллиона квадратных метров инвестиционной собственности 168 торговых центров Уанда, 82 роскошных отеля, 213 кинотеатров, 99 универмагов и 54 корооке-центра по всему Китаю Компания стала крупнейшим владельцем театра в мире в 2012 году, когда она приобрела Amche Theaters Он выкупил американскую компанию Amche Entertainment за 2,6 миллиарда долларов Он разместил его на Нью-Йоркской фондовой бирже в декабре Он прилетел со знаменитости Миллионардо Ди Каприо, Кейт Бекинсейл и Джоном Траволтой, чтобы помочь запустить мини-Голливуд стоимостью 8 миллиардов долларов США в прибрежном городе Циндау в январе 2014 года Уанда Грауп приобрела известное здание Едифича Эспана в Мадриде, Испании В марте 2014 года у группы Santander примерно на треть меньше, чем 389 миллионов евро, которые банча Santander заплатил в 2005 году, в разгар строительного бума в Испании Ранее Далянь Ванда взялась за проекты строительства отелей на миллиард долларов в Лондоне и Нью-Йорке, а также проекты в сфере недвижимости в Индии В настоящее время он является заместителем председателя Китайской благотворительной конфедерации, заместителем председателя Китайской народной торговой палаты, заместителем председателя конфедерации предприятия Китая и ассоциаций директоров предприятий Китая, заместителем председателя главной торговой палаты Китая, заместителем председателя глобального консультативного совета Гарвардского университета В 2011 году он пожертвовал 197 миллионов долларов на благотворительные цели, например, на восстановление древнего храма в Нанкине. В 2014-2015 годах он пожертвовал 200 тысяч долларов США на восстановление электрического фонтана в Беверли-Хиллз, Калифорния. В 2017 году он пожертвовал 20 миллионов юаней на помощь пострадавшим от оползня в провинции Сычуань. В 2017 году предполагалось, что он особенно сочувствовал региону, поскольку он сам вырос в префектуре Нгава. Ван Цзин Линь много лет занимает видное место в мировых списках миллиардеров. В прошлом году на 128 место в списке самых богатых людей в мире с 8,6 миллиардами долларов США. В августе 2013 года он был внесен в список самых богатых человеков Китая с чистой стоимостью доллар 14 миллиардов 200 миллионов США по Бламберг. Согласно данным Урун Репорт, в сентябре 2013 года его собственный капитал вырос до 22 миллиардов долларов в США. В 2016 году он выпустил свою книгу «Путь Ванды. Управленческая философия и ценности одной из крупнейших компаний Китая». Книга издана «Лид Публишинг по всему миру». 49. Книга включает в себя его знаменитое интервью «Голос Центрального телевидения Китая» в 2013 году, его речи и ответы на вопросы в Гарвардской школе бизнеса, а также бизнес-философии Увана о недвижимости, курортах и кинотеатрах Ванды. Подписывайся на канал, нажми на колокольчик. Подписывайся на канал, нажми на колокольчик.